МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Чем богаты, то и заберут. Судебные приставы побывали в рейде в Чебоксарском районе. Что было, что будет. Как изменится микрорайон Богданка в недалеком будущем? Снежинки – это иероглифы Бога. Это и еще множество философских высказываний можно найти в стихах одного из лидеров советского авангардного искусства, создателя русского поэтического сюрреализма и нашего земляка Геннадия Айги. Сегодня, 21 августа, ему исполнилось бы 80 лет. День рождения народного поэта Республики отметили на его родной земле в деревне Шаймурзина Батаревского района. Гостей в деревне Шаймурзина Батаревского района по обыкновению встречают хлебом и солью. Желающих почтить память поэта оказалось немало. Да и вспомнить им есть что. В памяти родных и друзей только светлые моменты. И до сих пор живы стихи Геннадия Айги. В этом году был издан третий том собрания сочинений, который подготовили сестра поэта Ева Лисина и сотрудник Национального музея Надежда Сильвестрова. Я и все-все наше правительство посчитала справедливым, что если первые книжки, книги третьего тома, будут переданы на малую родину поэта, а вот я ее держу в руках, поэтому в школьном музее, в центральной библиотеке эти книги появятся вот сегодня же, в этот же день. Почтить память поэта автостопом приехал гость из Краснодарского края. Эдуард познакомился с Геннадием Николаевичем в 1989 году в Москве. Он мне запомнился как очень светлый человек. И после знакомства я написал стихи под названием «Самым светлым», признается Эдуард. Я знаю, в ваших слов мне близких острова, застыли в предчувствии близких ночей, связующих все, что будет и есть в ближайшем здесь. А я, мальчик, прикоснувшийся к их таинству, недалеко ушел. У меня в глубине глаз только слезы, подобные спелым плодам. Я больше похож на свое отражение в зеркале, чем на самого себя. Голосом бездомного пса, нелишенного человеческих слабостей, зову, взываю и потолком снов. Вижу лицо, озаренное самым светлым, что мне когда-либо снилось. В Чувашии весь нынешний год проходит под знаком Айги. Еще в феврале в национальной библиотеке отмечались дни его памяти. Сегодня творческий вечер прошел в Шаймурзинской общеобразовательной школе. А в центральной районе библиотеки в Батарево состоялась презентация электронного фотоархива Геннадия Айги на родной земле. Мероприятие продолжится в музеях, библиотеках и учебных заведениях республики. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Сегодня во многих странах мира прошла необычная акция, посвященная Геннадию Айги. В одно и то же время люди в разных уголках Европы и Азии исполняли стихотворение, состоящее из одной буквы. Стихотворение, короче, этого в мире больше не найдется. Одна лишь буква А. Одна, но какая? Поклонники творчества Геннадия Айги уверяют, что это особый элемент его поэзии. Звук начала жизни – первый звук только что появившегося на свет человека. Это почти белый квадрат Казимира Малевича. И в этом, и в другом произведении заложен глубокий смысл. Сегодня «Спокойствие гласного» читали публично в сквере Ивана Яковлева, создателя чувашского алфавита. Простая буква объединила весь мир. Организаторы акции отмечают, подсчитать количество тех, кто принял в ней участие, невозможно. Чтобы поддержать ее, было достаточно просто произнести эту букву. Сделать это можно было везде. Не исключено, что в ближайшее время, 21 августа, будет провозглашено Международным днем звука А. Так как он объединяет разные языки, разных людей, и он самый простой, его переводить не надо с языка на язык. Он есть, может, не во всех языках, но практически во многих языках. В большинстве языков мира А-гласные существуют. Поэтому он такой какой-то символ, знак чего-то, объединение, приятие жизни и многого другого. Смыслы можно вкладывать разные, каждый его может по-своему понимать. Какая-то есть в нем глубина. Мы очень хотели в этом году во Франции, в Париже тоже организовать мероприятие в память Айги. Но вот получается так, что я в Чувашии. Но зато в следующем году сделаем большое мероприятие. А пока всем привет из Франции. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился сегодня с руководителем Горьковской железной дороги Анатолием Лисуном. Анатолий Лисуно отметил, что Чебоксары стали еще красивее с тех пор, как он был здесь в последний раз. Не так давно, кстати. Оценил руководители Горьковской дороги и взаимодействие чувашских спецслужб в чрезвычайной ситуации. Я съездил на переезд, где у нас было там ЧП, посмотрели, чтобы понимать. Слава Богу, обошлось так без последствий. Потом проехали... Случаться как раз. Я когда в Москве был, мне доложили, нормально, сработали. Да, все, молодцы. Ваши МЧСники залили, ну и все-таки цистерна сработала. Глава Чувашии сообщил, что уже дал поручение соответствующим ведомствам проверить все переезды на территории республики и при необходимости их отремонтировать. Также Михаил Игнатьев и Анатолий Лейсун договорились о продлении соглашения о взаимодействии, действующего между правительством Чувашии и Горьковской железной дорогой. Сколько вариантов использования обычной канцелярской скрепки, вы знаете. Большинство людей придумают 10-15, а кто-то может предложить 200 вариантов. Подобным вопросом определяется гениальность мышления. Дети же гениальны от рождения. Это подтверждают различные исследования. Задача образовательных учреждений каждой ступени – помочь сохранить и развить эту гениальность. Отметила на республиканской конференции работников образования министр образования Чувашии Владимир Иванов. Трактор-робот школьники собрали за несколько часов занятий. Этому их научили в кружке робототехники на машиностроительном факультете ЧГУ. Дети помладше учатся конструированию и программированию роботов вместе с папами по выходным в национальной библиотеке. Такие занятия мотивируют на изучение физики, математики, информатики и астрономии, считают специалисты. Каждый третий рубль консолидированного бюджета республики в прошлом году был направлен на развитие системы образования. Это самая крупная статья бюджетных расходов. В последние годы система образования республики развивается особенно динамично. Выделены очень большие бюджетные средства на ее модернизацию. Вы все это ощущаете, это практически миллиарды рублей. Но миллиарды с миллиардами вы – золотой фонд, учительский коллектив, преподавательский коллектив всех учреждений образовательной сферы. Елена Бутина – одна из тех, кто входит в этот золотой фонд. Главная цель при подготовке к урокам – заинтересовать учеников, говорит педагог со стажем. Тогда уже школьник сам будет тянуться к новым знаниям. У меня школьники, например, когда у нас были в начальной школе, проводили уроки для учеников начальной школы. То есть рассказывали им об астрономии, проводили игры на астрономические темы, опыты им показывали, детям им очень нравится. Потом, когда они доходят уже к среднему звену, они уже мотивированы на изучение. Во-вторых, у нас есть действительно кружки по астрономии. Вот в этом году я ездила на астрошколу Казанского университета, летом школьника своего возила. На конференции наградили лучших работников образования и поздравили учреждения, которые получили гранты главы республики в размере 200 тысяч рублей. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. 20 случаев падения детей с высоты зафиксировано за этот сезон в Чувашии. 5 из них со смертельным исходом. Очень часто дети подходят к открытому окну из любопытства и уже через секунду происходит непоправимое. Трагедии случаются, несмотря на то, что в квартире находятся взрослые. Моя коллега Татьяна Трофимова выясняла, как можно уберечь себя и своих близких. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная – к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка. Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Если в прошлом году были единичные случаи заказа блокираторов окон, то в этом каждое четвертое, пятое окно идет с запирающими устройствами, говорят менеджеры одной из фирм, производящей окна. Мои коллеги, родители шестилетней Даши Шоклевой, блокиратора установили вместе с новыми окнами, когда дочка еще толком ходить не умела. Так сказать, на вырост. Окошко не открывается, Настя, потому что его закрыли на ключ, а ключ спрятали. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения, но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Спокойно совершенно, когда ребенок один в комнате, зная, что никто без тебя окно открыть не сможет, и все хорошо. Окно открывается только в режиме проветривания, на распашку не открывается. И он открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа. Думать, прежде всего, о безопасности детей и на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми, на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет пять минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место. Как это сделал Андрей? Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Алексей Сусликов, Республика. Арестовали машину, промышленный станок и ворота. Это результат совместной работы приставов и сотрудников налоговой службы. Подобные рейды в Республике проводят часто, и они приносят ощутимый результат. Сегодня исполнители судебных решений приехали с инспекцией в Чебоксарский район. Результаты рейда в сюжете моего коллеги Дмитрия Ковалева. До совести хозяина этого дома приставы и фискалы пытаются достучаться уже не первый раз. Ему необходимо погасить огромный долг, почти полмиллиона рублей. Но возвращать деньги мужчина отказывается наотрез. Призывы расплатиться и спать спокойно на него не действуют. От людей в форме должник скрываются не хуже героев криминальных боевиков. Говорят, что он умудрялся менять не только места прописки, но и фамилию в паспорте. В этот раз приставы идут на крайние меры. Их не пускают на порог, и тогда они накладывают арест на ворота. Если не плательщик не одумается, то ворота пойдут на продажу. Правда, это мизерная часть его долга. Приставы намерены арестовать и другое имущество. Бутовую технику изымем. Ограничения на выезд за пределы Российской Федерации у него уже есть. Будем предпринимать меры к взысканию задолженности. Но порой приставам приходится накладывать аресты на более громоздкие предметы. У этого должника не нашлось ничего, кроме гвоздильного станка. Расстаться с дорогостоящим агрегатом организация может уже в ближайшие дни. Но, как показывает практика, подобные перспективы радуют далеко не всех. Неплательщики стремятся покосить долги как можно раньше. В дальнейшем, если не погасит должник организации свою задолженность, мы будем принимать меры по передаче этого арестованного имущества на реализацию. Помимо этого, мы применяем меры административного воздействия при наличии оснований уголовно-правового воздействия в отношении наших должников. Приставы и сотрудники налоговой службы к должникам наведываются каждую неделю. В этом году было проведено более 1200 совместных рейдов. Взыска на 100 миллионов рублей. Взаимодействие двух органов доказывает свою эффективность. В текущем году за 7 месяцев нами на исполнительное производство передано более 10 тысяч постановлений о взыскании налоговой задолженности на сумму 991 миллион рублей. То есть было воспреждено исполнительных производств на общую сумму по республике в целом за 7 месяцев на 950 миллионов рублей. После того, когда приставы у нас провели свои исполнительские действия, было взыскано и поступило в бюджет 405 миллионов рублей. В первую очередь приставы и фискалы посещают адреса злостных неплательщиков. Но таких, благодаря совместным рейдам, становится все меньше. Митрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. Подготовь ребенка к школе. Так называется акция не магазинов, констоваров, а судебных приставов. В преддверии Дня знания они всерьез взялись за злостных неплательщиков алиментов. Воздействовать на родителей и уклонистов судебные приставы пробуют разными методами. Приходят домой, арестовывают автомобили. А накануне Дня знаний провели с должниками встречу, на которую пригласили священнослужителя. Тех, кто отказывается платить элементов в Чувашии тысячи, среди них сотни тех, кто объявлен в розыск и тех, на кого завели уголовное дело. У нас на первую очередь в остатке находится почти 9 тысяч исполнительных производств. Если же в целом говорить по республике, то у нас на исполнении находилось более 400 тысяч производств. Но вот эти 9 тысяч алиментов за каждым производством, за каждую обложку нашего исполнительного производства – это судьба, это жизнь наших детей. Тронули ли за душу родителей и уклонистов слова священнослужителей или специалистов, конечно, неизвестно. Во всяком случае, должники ушли со встречи со списком вакансий на трудоустройство. Так что отсутствием работы оправдываться больше не получится. Сегодня в поселке Кугесе произошло нелепое ЧП. На некоторое время движение по федеральной трассе парализовал прицеп для перевозки битума. Подробности нам сообщили в пресс-службе МЧС. 21 августа в 13.12 на пульт 01 поступило сообщение от очевидцев о том, что на федеральной автодороге М7, вблизи остановка Сельхозтехника, о движущейся автомобиле КАМАЗ, отцепился прицеп, который опрокинулся. В результате опрокидывания разлился по дороге битум и загорелся. В считанные минуты на место происшествия прибыли две автотестерны пожарной части номер 41. Огнеборцам потребовалось около 7 минут, чтобы ликвидировать пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет. На месте дорожно-транспортного происшествия было организовано взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения. Сотрудники ГИБДД оцепили дорогу М7. В 13.19 движение с двух сторон восстановлено. Множество вариантов и годы обсуждений. Проектов застройки района Богданка было уже несколько. Однако пока там мало что изменилось. Сегодня в администрации Чебоксар представили очередной проект планировки территории. Проект планировки территории микрорайона Богданка-1 ограничивается улицами Богдана Хмельницкого, Фучика и Репина. Сейчас там двухэтажные бараки, частные дома и огороды. Ну а в будущем, судя по проекту, красивые высотные дома, спортивный комплекс, школы и автостоянки. Конкурс этот выиграл проектный институт «Чуваш-граждан-проект». Сейчас они этот проект планировки территории разработали и представляют в ближайшее время на публичное слушание. Данный проект планировки территории готов к тому, чтобы его утвердить. После публичных слушаний проект предстоит утвердить. Затем пройдет межевание территории на участке. Землю, которая принадлежит городу, выставят на аукцион. Покупатель, к примеру, компания-застройщик сможет начать на приобретенных участках проектирование домов и, собственно, строительство. А вот с участками, которые находятся в собственности третьих лиц, все сложнее. Претендентам на покупку с нынешними собственниками придется договариваться самостоятельно. «Особенность территории состоит в том, что располагается она в центре города. Здесь находятся магистральные улицы. И застройка в соответствии с генеральным планом здесь должна быть высотная. Основная проблема этого участка состоит в том, что на данный момент здесь застройка сложилась очень разноплановая. С одной стороны, здесь дома барачного типа. С другой стороны, хорошие дома, одно-двухэтажные, даже некоторые дома коттеджного типа. И естественно, что люди, которые отстроили свое жилище, они не хотят оттуда уходить». И еще один момент. Картинки, конечно, в проекте представлены красивые. Однако это не означает, что микрорайон в будущем будет выглядеть именно так. Застройщики обязаны соблюдать только этажности и примерные габариты, предусмотренные проектом планировки. Остальное на свое усмотрение. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сохранение традиций предков и единения с природой возможно и в 21 веке. Наша съемочная группа отправилась в Чебоксарский район, где строится этноэкологический комплекс «Ясна». Исторический комплекс будет представлять собой древнюю чувашскую деревеньку. Внутри избушек уже находятся предметы, которые давно исчезли из-за бехода современных жителей. Глиняная печь будет согревать обитателей дома в морозную погоду. А в старинном сундуке будут храниться необходимые вещи. Для воссоздания этнической самобытности чувашского народа были привлечены самые разные структуры. Государство вкладывается в качестве коммуникации, подводит электроснабжение, водоснабжение, газ, канализацию. А частные инвесторы тем самым выстраивают сами объекты инвестиционные. Это яркий пример, над которым работает и Чебоксарское правительство, и правительство всей Российской Федерации. На сегодняшний день работы по электричеству нами уже сданы, проектные организации. Сейчас ведутся, вы видели, работы по подведению газификации и водоснабжению. Наслаждаться отдыхом в экологически чистом районе, узнавая новое о древней культуре чувашского народа. В скором времени смогут не только жители республики. Мы рассчитываем на то, что к нам будут приезжать туристы не только из Российской Федерации, но и из-за рубежа. Знакомиться с нашей самобытностью, знакомиться с культурой нашего народа. И поэтому для этой цели мы максимально будем стараться все, начиная от одежды, заканчивая оформлением гостевых дворов, делать именно в этно-стиле. Побывать в живом музее чувашской культуры можно уже сегодня. Этно-экологический комплекс «Ясно» работает в экспериментальном режиме и уже принимает гостей. Дарина Игнатьева, Светлана Лекимова, Евгений Анисимов, Республика. Чувашские землячества существуют во всех регионах страны. А музеи и выставки, посвященные творчеству наших умельцев, уже открываются за рубежом. Наша съемочная группа встретилась с уроженкой Яльчикского района, которая открыла музей в Эстонии. Ираида Захарова родилась и выросла в Чувашии. После школы поступила в Санкт-Петербургский университет и осталась жить в северной столице. Перестроечные годы Ираида вместе с мужем перебралась в Эстонию. На родину цянула всегда, признается женщина. Идея открыть музей появилась очень давно, но к ее осуществлению Ираида шла постепенно. Это было абсолютно естественно для меня, потому что за мою жизнь как-то накопились вещи, которые были в семье моей одной бабушки, второй бабушки. Мама тоже занималась рукоделием. И поэтому появилось вот такое, ну, энное количество вещей. И, ну, меня всегда занимали старинные вещи. Мои друзья, они все знают, чем я увлечена. И каждый раз, когда я приезжаю, говорят, вот ты знаешь, у нас есть вот такое украшение. Хочешь посмотреть? Я говорю, конечно. Еще до открытия музея Ираида начала работать на эстонском радио, где и по сей день ведет передачу «Араскал» на чувашском языке. Эстонцы, по словам нашей землячки, с большим интересом относятся к чувашской культуре. С начала этого года я стала заниматься чувашской вышивкой, то есть учить чувашской вышивке. Началось это с подачи клуба эстонских ремесленников, которые просто, вот, которым я пришла рассказать про чувашскую вышивку. И возник такой вопрос, а показать можешь? Вот, и через две недели я им показала. В Эстонии проживает около тысячи чувашей. Несколько лет назад Ираида выпустила книгу «Чуваши» на эстонском языке. А буквально недавно эту книгу включили в учебную программу эстонских школ. Планов о чувашском землячестве Эстонии еще много. Находясь до тысячи километров от родины, очень важно не забывать свои корни и воспитывать детей в традициях своего народа, уверена Ираида Захарова. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Паной с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин